Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ревелтор в центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня, боже мой, мы только что снимали другой объект, и была жара 37 градусов, и не было ветра вообще. Сейчас нас просто сносит, то мы растаяли, теперь мы летаем. Сегодня мы, это наш второй объект на параде домов, на параде домов. Это такое мероприятие, как я говорила в предыдущем видео, где застройщики, дизайнеры интерьеров, архитекторы выставляют свои объекты для публики, модельные дома. Сейчас мы пройдем внутрь дома, и мы немножко обсудим уже параметры дома, и мы вам его покажем, иначе нас сейчас унесет ветром. Посмотрите, как страшно там. Так что все, мы проходим внутрь. Только жара была, да? Да, не говори. Так, начиная с дверей. Смотри, какие двери. Классные, да. Очень. Большие, двухстворчатая дверь большая. Зря причесывались. Вау, слушай, мне здесь нравится. Да, мы еще этот дом не проходили, не смотрели, мы вот только что зашли, но, конечно, впечатляет очень, да, очень-очень впечатляет, мне очень нравится. Давайте я вам быстро расскажу. У меня информации, к сожалению, немного, потому что это не выписка с МЛС, базы, да, то есть, какая есть информация. Здесь пять спален, пять ванных и половинка ванной. 4590 квадратных фит в переводе на метраж, наверное, 410-420 метров. Ну, я пересчитаю. Да, приблизительно. Юля посчитает, напишет. Находится этот объект в гейтед комьюнити, здесь ворота есть, при въезде. Это застройщик, который, называется WJ Homes, честно говоря, я этого застройщика не знаю, но это не массовый, очень прям массовый застройщик, типа Линара, да, а это все-таки он купил большой участок земли и построил несколько домов и сделал из этого один комьюнити. Это небольшой комьюнити, здесь всего домов, возможно, там, 15 в этом комьюнити, но это такого эксклюзивного типа дома, дома все кастом-мейк, то есть, разработаны архитекторами под определенную семью, под определенные пожелания. В принципе, то же самое, что вот мы смотрели предыдущий с вами дом, то есть, это индивидуальная застройка. Цена, как я уже озвучила, миллион семьсот, земля не входит в эту цену, сколько земля стоит, мы, к сожалению, сегодня сказать не сможем. Этой информации нет нигде, мы зашли просто посмотреть дом, как и публика. Но опять-таки, такую модель могут поставить на любом участке земли, если вы обратитесь, если вам понравится сам дом, понравится модель, вы можете обратиться к этому застройщику, и там уже будет зависеть от того, где земля будет находиться, за какую цену она приобретается отдельно. Что еще мы знаем по этому дому? Ты знаешь, больше я ничего не знаю. Все, что есть. Это чисто квадратура. План дома у нас есть, Юля выставит. Информации про этот дом не было в МЛС, потому что это была новая земля. Если по поводу старого дома я могла, по крайней мере, сказать, какой там участок земли и что там раньше находилось, то здесь это совершенно новая застройка. Здесь раньше не стоял, никакая другая постройка не стояла, поэтому информации я вам дать не смогу, кроме как показать вам этот красивый дом. Ну давайте, пойдемте, порассмотрим. Посмотрим. Смотри, второй свет, такая люстра. Ой, как бы у меня тут очень... На меня телефон не упал. Да, красиво. Да, красиво. Тоже, видишь, свисает над столовой. Вы заходите в прихожую и справа сразу столовая. Получается здесь такой коридорчик. Сверху там будет коридор второго этажа. Это мы поднимемся. Да. Очень просторная гостиная. Слушай, я обожаю просторные гостиные. И смотри, второй свет был на входе, и потом здесь немножко как бы переход, этот коридорчик здесь уже пониже потолок, и второй свет открывается в гостиной. Мне нравится, что здесь очень большой второй свет, очень высокие потолки. Классно. Здесь встроенный камин. Знаешь, минус сразу я вижу всегда, когда делают ниши для телевизоров. Да, зачем? Телевизоры постоянно больше и больше, и уже как бы не вместить. Да, будет. Но это так большой экран достаточно. Да. Но зачем себя ущемлять? Вдруг еще больше будет. Давайте пройдем на кухню. Давайте пройдем, посмотрим. Кухня сделана, мне кажется, в таком европейском стиле. Да. Смотри, тренд пошел. На последнем этаже свет и прозрачные стекла у кухонных в втором этаже. Второй этаж. И смотри, тоже здесь кабинеты, они идут до потолка. Мне очень нравится. Да, да. Такое ощущение законченности получается. Я тоже так считаю, мне тоже так нравится. Сразу придает дороговезну. Вот здесь, кстати, это тоже, можно сказать, встроенный холодильник. Но в отличие от той модели предыдущей, кстати, переходите по ссылочке на обзор того видео. Да, это тоже встроенный холодильник. Вообще, Саб-Зиро это марка, которая вот именно делает такие холодильники, которые встраиваются в кухню. Но здесь он в таком виде. То есть видно сразу, что холодильник. Там был панелями под кухню, что не поймешь, что это холодильник. Да, вообще было непонятно, что холодильник. Здесь мы видим, что это холодильник. Но все очень симпатично. Микроволновая печь, духовой шкаф. Шкаф отдельно. Газовая плита в данном случае, да? Одна посудомоечная машина. Здесь одна посудомоечная. На шесть комфора. Газ. Очень здорово. Большая плита газовая. Кто любит готовить. Поверхность кварц. Да, здесь кварцевая, кстати, да. Как доводчики имеются. Но имеются хорошо. Все на месте. О, мне нравится такая раковина. Скажи, удобно. Очень большая, да. Большая раковина. Ези развернуться. Ты знаешь, я не вижу здесь... Ах! Ты посмотри. Скрыто помещение. Я только хотела сказать, что я не вижу кладовочки для хорба. Вот она и есть. Посмотри. Вау, классно. Вот они придумали. Тут даже полочки поставили. Классно. То есть это пантрей. Это совершенно завуалировано под кухню. Так. А что у нас здесь? А что у нас там? Я так открыла. Выход в Нарнию. Так, проходим, проходим. А что это такое? Это гаражу, да? Скажи. Наверное. А, давай посмотрим, что у нас там. Еще одну комнату. А, здесь постирочная. Ага. Так, стиралки и сушилки нет, но они должны стоять здесь. Ты знаешь, что я бы сделала вот с этим помещением? Это очень удобно. Ну, это как такое барное помещение здесь. Честно говоря, можно освободить кухонные поверхности от таких предметов, как тостер, кофевар. Так, чайник. И кухня будет выглядеть более такой аккуратной, да? И это все будет здесь закрыто. Пожалуйста, открыл дверцу, сделал себе кофеек. Это все не захламляет поверхность кухни. Правильно. Здесь мне нравится, есть раковина. Так, а это уже хозяйственная, да, комната? Хозяйственная, да. Тоже большая, тоже посидеть можно. Посидеть можно, обувь поменять, да. Повесить. Здесь будет вход с гаража. Отдежда, я так понимаю. Ну, здесь, понятно, они сделали офис, не обращайте внимания. Сейчас они в офис, да, он будет converted, да, то есть переделан в гараж, когда они уберут свой модельный дом. Так классно, хочется купить дом и выбирать все для дома, как он будет выглядеть. Смотри, здесь у них, видишь, есть разные варианты отделочных материалов. Хотите, гранит разных цветов. Кварц. Кварц. В общем, тоже разных цветов. Тоже кварц. В общем, вот полы, и вот здесь, по-моему, такие как раз. Здесь такие полы можно потемнее, если кого-то устраивает более темные цвета. Есть посереть, то есть у них есть все. Много разных предложений по отделке дома. Вообще, вот плитка, кстати, плитка, это в ванную комнату тоже есть выбор. Ручки, да, классно, так хочется купить дом. И построить. Да, и построить под себя, как ты хочешь. О, а, кстати, вот это похоже на... Нет, это тоже, кстати, кварц. Вот фасады. Ну, в общем, от этого всего будет зависимость. Да, кухонные фасады, видите, разных цветов. Но почему-то я не вижу, там, например, серый. Сейчас модный, например, белый, серый. Ну, это, видимо, вот наподобие. Осторожно. Ага, ничего не пойдет. Вот так вы можете. Может, у них еще это где-то есть. А здесь у них тоже какие-то варианты. Что есть, то есть. Скорее всего, у них еще находятся где-то материалы, которые они могут предложить. Я думаю, и по цене это будет немножко, скажи, в разную цену. Если ты можешь выбрать что-то подороже, что-то подешевле. Я думаю, здесь в модель всегда вкладывают все. Смотри, тайная комнатка раз, закрыла и смотрится просто как единый ансамбль кухни. Извини, я тебя перебила. Я говорю, что... Ну, и вообще, в принципе, дизайн такой. Он уютный, но в то же время современный, как по мне. Да, дверей очень много здесь. Мы будем постараемся открыть каждую. Там еще две дверки. Не знаю, что здесь. Гостевой туалет. И выход в бассейн, кстати. Очень удобно. Из бассейна можно быстро зайти, душ принять, например, или использовать. Не дождались мы, да? Но может просто дождь пойти. Посмотрите, какая погода. Мы боимся, поэтому заранее снимаем зону бассейна. Классно. И здесь у нас летняя кухня. Тут вот, кстати, раковина имеется. Да, очень удобно. Не нужно нести посуду. Всегда можно стаканчики здесь помыть. Или когда делаешь барбекю. Знаешь, что здесь лучше? Что здесь это под навесом. Там вот была открытая она. Да, кстати. Здесь под навесом. Дождь не страшен. Есть вытяжка над барбекю. Очень здорово. Ну, сама кухонка чуть побольше. Здесь вот холодильник ставится. Интересно. Все есть. Ой, мне поверхность так нравится красивая. Мне нравится кухонь. И мне что еще нравится, что здесь вот такой глухой стеной высажена зелень. То есть ты не видишь соседей. Да, правится есть. Очень красиво смотрится. И естественно. Это бамбук, по-моему, да? Бамбук. Классно. Вот такой бассейн можно было там сделать, скажи. Кстати, да. Там можно было сделать такой же длинненький бассейн. Да, и его спа есть тоже. А это уже соседи. Ну, хорошо, посмотрели. Здесь, смотри, обратите внимание, есть даже джакузи, спа. Да, да. И в таком все стиле, опять же таки, скажем, современном. Не средиземноморский, как их здесь уже очень много. И они уже всем надоели. Маленькая гостевая спальня. Аккуратненько. Совершенно небольшая, но достаточно, чтобы вместилась квинсайз-кровать, гардеробная. Ну, здесь как бы весь декор, и мебель не остается, правильно? Нет, не остается. Это все стейджинг, это выставочная мебель. Вот это. Но, скорее всего, остаются светильники. Светильники, да, всегда остаются. Мне очень нравится эта зона. Вот это зона отдыха. Это, я так понимаю, мастер, хозяйская спальня. Посмотри, как интересно. Потолок, я смотрю. Дерево, дачный стиль. Дерево наделанное. Отделка потолка деревом. Мне кажется, такое же дерево, как внизу, на полу. Возможно. Да, похоже. Интересное решение. Одна стена, да, покрыта обоями. Так, это обои. Хороший. Вот эта комната большая, это мастер, да. Тоже окна большие. Прям целая стена. Что-то мы там смотрим на спа немножечко. Да, на бассейн. Большого размера комната, но для такого дома 4400. И удивительно, да. Скорофит, конечно, можно было и уделить место для мастер-бэдром. Здесь у нас две гардеробные. Так, радуют полочки нестандартные, железные, как везде. Ну, честно говоря, не хватает шкафчиков. Да, могли бы и шкафчики добавить. Ну, ты вот сюда посмотри, как тут интересно ванная устроена. Прошу, нет двери. А, нет, дверь есть там. Дверь есть. Вот, вот дверь. По крайней мере, да. По крайней мере, закрывается дверь. Ну, да, правильно. Ванная устроена с ванной. Смотри, тоже две раковины по две стороны. Красава. Посерединке ванная. Ванная. И душевая. Посмотри, тоже большая. Сейчас большие душевые кабины строят. Угу. Строят, конечно. Ух ты. Сразу. Сразу вдвоем. Да, можно вдвоем. Вот тут можно посидеть, передохнуть. А здесь стекло. Классно. Так, еще хочу зайти в туалет показать. Ой, нет, это полочки. Так, как делаем здесь? Кладовочка. Здесь туалет. Так, туалет закрывается дверкой. Мне нравится, что двери здесь высокие. И такие. Да, подумайте, в доме везде высокие двери. Высокие плинтуса тоже, посмотри. Да. Здесь есть еще одно помещение. Там сидит менеджер. Я не знаю, ты хочешь заходить или нет. Может быть, ты заглянешь. Это офис. Угу. Hello. Так, это офис. Не будем отвлекать. Покажите мне, что. Кондиционер. Куда мы дальше идем? Так, я здесь. В уголке. Здесь я еще нашла один санузел. Ух ты. Неполный. Ух ты. Гостевой санузел находится сразу возле пунктов. Слушай, тут такое прям даже хочется потрогать. Это плиточка такая интересная. И здесь помещение под лесенкой. Здесь находится тоже панель управления умной системой дома. И все такое, да? Секьюрити. И пылесос поставить. Так, это да. Это под лесенкой находится. Сейчас вот так покажем. Ну что ж, мы прошли по первому этажу вроде бы везде. Правильно? Поднимаемся на второй. Да. Поднимаемся. Что здесь у нас на полу? То же самое, что и в основном доме. Перила. Перила. Какие-то железные. И вставочки стеклянные. Красота. Очень высокие потолки. Так, куда мы в первую очередь пойдем? Смотри, давай, наверное, отсюда начнем. Это бонусная комната. Можно сделать как вторую гостиную для детей. А тут же спальня. Гостевая. Большого размера, да. Для гостевой спальни. По обе стороны кровати, смотри, делают сейчас... Вешают светильнички. Да, вот посмотрите как. В старых домах я такого как бы не вижу. Это в новых домах стали по обе стороны кровати вешаться. И в прошлом доме, так я заметила, было так же. Небольшая ванная. Так, ванная, ванная. Так, раковинка. И ванная. Так, что у нас здесь? Гардеробная. Гардеробная. Вполне достаточная для этой спаленки. Далее проходим. Бонусная такая тоже уютненькая, да? А что там? Вот это... Ещё гардеробная, наверное, да? Да, ещё можно одежку повесить. А здесь, наверное, полочки. А нет, кондиционер. Слушай, очень удобно. Такой уголок, например, если у вас ребёнок, там, тинейджер, например, подросток, да? Всё это его совершенно отдалённое от всего место, спальня и своя маленькая гостиная. Здесь у нас коридорчик. Очень красиво. Очень, да. Стеклянные стены коридора. Класс. Всё видно. Мне нравится цветовая, конечно, гамма, полы. Очень нравятся светлые полы, светло-бежевое, золотое такое всё, но приглушённое такое золото. И здесь у нас ещё две спальни тоже для гостей, либо для ребёнка. Мне нравится, что здесь большие окна, и вот тоже угловые есть. Не только в одну сторону, сюда тоже, там что у нас? На зелень, на соседей. И ванная. О, посмотри, что ставили сюда. Немножечко полочек таких. Здесь тоже каждая ванная в своём стиле. Да. Я тоже обратила внимание. И окошко есть тоже. Так, проходим дальше. Гардеробная. Так, гардеробная тоже хорошая, кстати. И идентичного размера ещё одна детская или гостевая спальня. Вау, смотри, какое решение интересное. Дизайнерская. Так, гардеробная. Даже вот есть место для столика, да, рабочее место. Вот здесь можно что-то поставить хорошего размера комнаты. Тоже окна с двух сторон. И душевая. Так, всё посмотри. Или ещё что-то осталось. Я думаю, что мы всё посмотрели. Да, со всех сторон. Так, ещё раз. Ну что, спускаемся и делаем какие-то выводы по этому дому. Ну что ж, какие выводы мы сделаем, Юля? Ты знаешь, внутри этот дом мне понравился даже больше, чем предыдущий по расположению и по всему, и даже по дизайну. Хотя они похожи, наверное, по дизайну. Они очень похожи по дизайну. Да, но как-то вот этот мне даже подушевнее показался. И как здесь спланировано в том числе бассейн и летняя кухня, всё вот это. Ну, смотри, если сравнить два дома, которые мы для вас сегодня сняли, локация. Локация первого дома в Винтерпарк. Извините, подвиньтесь. Ты никак не можешь найти что-то вообще, ну, не знаю, такую лучшую локацию. То есть Винтерпарк – это очень известный город, отличные школы, расположение самого Винтерпарка достаточно такое центральное. Здесь мы находимся в городе Санфорд. Это мы от Винтерпарка 40 минут ехали сюда. Но зато здесь, смотрите, здесь приватность есть. То есть здесь немножко другой стиль жизни будет. Да. Чем мне тот дом понравился? Мне очень понравился гостевой домик, что там есть. Вот этот маленький, небольшой отдельный гостевой домик. Я бы, наверное, здесь тоже куда-нибудь бы поставила что-то небольшое. Но здесь, мне кажется, земли или земли меньше, или дом больше. Здесь земли меньше. И, конечно, тот бассейн я бы перенесла в другую сторону, во двор с другой стороны. Но это уже как бы решение будет, если кто-то будет строить похожий дом, там уже можно принять другое решение. Но так, в принципе, мне оба дома понравились. Они оба современные, интересные решения. Они оба называются Smart Home. Да, у них все системы энергосберегающие. И, кстати, здесь, по-моему, нет панелей солнечных. Там он более умный был дом. Да, да. И здесь, возможно, нет вот этой вот прослойки, которая сохраняет тепло. Да, нам, к сожалению, спросить не у кого. Менеджер. Там была открытая такая менеджер. Она очень хотела много нам рассказать. Здесь девушка стесняется, наверное. Но, в принципе, это не так важно, потому что, если кто-то все-таки захочет строить, у нас, ребята, есть очень много хороших застройщиков, именно индивидуальных. Возьмите того же Dakota Construction, который строил дом, который мы показывали в предыдущих видео. Наш любимый Эйман с его Dakota Construction. Там тоже отличные проекты. То есть вот таких дизайнеров, архитекторов и застройщиков, которые построят вам по индивидуальному проекту, их немного, но они есть. Выбор есть. Да, главное знать, где вы хотите построить, приобрести землю. И уже строительство дома занимает где-то около года, месяцев 9-12. Такого большого дома, да, все-таки. Ну, тоже будет зависеть от поставок материала. Если материалы есть, то их нет, то приходится ждать, но приблизительно около года. Что я считаю, достаточно быстро. Для такого большого дома, да. Так что, друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Вот мы как раз-таки хотели показать вам, что такое парад домов. Мы в прошлом году показывали, вот в этом году новые объекты появились. Нам самим интересно смотреть какие-то новые дизайнерские решения. Оставайтесь с нами. Если у вас есть вопросы, можете писать в комментариях. Но если вы уже готовы приобрести жилье, то, пожалуйста, обращайтесь к нам на e-mail. Вот ссылочку я дам, плюс описание под видео. В общем, не потеряйтесь. Всего хорошего, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok